с этого и начнем приветствую зрителей канала меня все еще зовут Денис хотя временно обзоры не выпускают люди поймите но мне помогает Миша из компании ixbt.com и смотрите что у нас тут на столе нас завалило девайсами да и не знаем про что рассказывать поэтому мы сейчас расскажем что у нас вообще есть а вы нам пытайтесь посоветовать вообще на что обратить внимание чтобы посмотреть ну тут как бы для себя уже выделили некоторые вещи например вот мне вот это вот поразило это это клавиатура со встроенным процессором давай ты ее распакуешь и покажешь как она выглядит ладно мы в общем просто сидим разбираем гаджеты показываем вам ссылки все есть в описании и вы можете проголосовать за то что вам интересно посмотреть и если у нас это не успеют отобрать и мы успеем на это снять то мы на это снимем попытаемся попытаемся K8 mini PC я знаю что ты уже этот гаджет немножко пощупал рассказывай пока я его распечатываю слушай когда-то давно давно у меня был задык спектру вот это очень похожая штука компьютер но это не кожа но все равно очень приятная штука для переноски этого компьютера пэм 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 вот и весь компьютер смотрите а нет вот так все таки вот так слева компьютер справа клавиатура еще даже антенка вайфай на есть есть зарядная выход на те это вода hdmi и кнопка включения райт это что это точно рочка написано просто но видимо тоже зависает две избежки одна второй россии другая третье и поддержка из декабря это тачпад кстати вот так вот вот что меня заинтересовало да то есть это не просто компьютер это сразу тачпад тачпад можно с собой таскать здесь атом 8300 как в планшетах то есть для какого-то текста действительно более-менее удобно я не делен довозина или не стоит довозина есть мало того она интернациональная то есть не не только китайская как бывает у сиоми тут же можно две карточки запихать например что еще в комплекте в общем вот эта штука заинтересовала давай не будем открывать комплект да если вас тоже это заинтересовало голосуйте и мы про это снимем если мы все откроем то будет час это видео точно тебя что заинтересовало про ноутбуки я уже рассказал немного немного у нас но из того что меня заинтересовало здесь значит во первых конечно же моторола это соответственно моторола с мото моцами то есть как вы знаете моторола довольно давно про это объявила но в живую моцы появились буквально только что и у компании у магазинов появился только сейчас мод с проектором то есть проверить потестировать проектор как как он работает но разрешение не очень высокая поэтому где это можно использовать где это можно использовать ну например если в реке с друзьями и в маленькой комнате посмотреть какое-нибудь секретное видео кстати теперь ты будешь не только лысый на глазах да у меня вот такое пятно в общем вот такая привабачена прикольная серьезно просто из того что впечатлило ты первое уже спасибо давай я расскажу что у меня не впечатлило совершенно кому-то может понравиться например это любую и нет на мтк 6580 но это да он медленный тормозной но это в конце концов телефон с диагональю четыре с половиной дюйма наконец-то да такое бывает при этом тут низкое разрешение и стоит он очень очень дешево то есть как второй телефон наверное может кого зато стоит 6 android 1 гигабайт оператива и накопите всего лишь 8 гигабайт что по современным моментам очень мало 5 мегапикселей камера с интерполяцией до 8 в общем все грустно но зато четыре с половиной и очень очень дешево очень просто когда цену знал это просто продаж такая цена или нет я не знаю мне кажется что скорее всего будут его так продавать ну а моя очередь да что мне понравилось мы тут по нисходящий идем мне понравился внешний вид телефона улефон илья привет скоро увидимся уже не в улефоне чем он мне понравился ну ну не знаю как то вот выделяется среди других защищенных кидать сейчас не буду потому что это инженерный образец единственная версия и тут они еще какую-то фигню замутили есть две кнопочки одна кнопочка понятно дополнительные две кнопочки это спуск затвора камеры но если камера не запущена то запускаете сначала камера второй раз нажимаем фотографирует и еще одна какая-то кнопочка которая я не нашел нигде информации о ней и что она делает непонятно как софтовая кнопка запускает что нигде но софта пока нет софта пока нет когда будет наверно будет хорошо говорят что и по 68 то есть прямо можно бросать под воду и долго там снимать либо там да ну вообще выглядит очень прикольно тут алюминий какой-то карабинчики какие-то в общем может быть будет интересный вот такой телефон но опять же вот именно этот образец не вижу смысла тестировать так как но это это инженерка мы не можем сказать сколько он работает от батареи все остальное потому что батарея чуть не выключать батареи здесь может быть меньше чем в финальной версии мне понравилась заглушка некоторые берешь водонепроницаемый телефон и заглушка сама открывается здесь же если ее запихать хорошенько ехать достанешь ладно давай я расскажу про то что мне понравилось я давно испытываю слабость к смартфонам леново и у меня был первый леново фаб а это второй леново фаб чем обычно они хороши тем что это недорогой лопата фон то есть у него диагональ 6 и 4 дюйма обычно достаточно большая батарейка не очень быстрый процессор то есть здесь у нас будет что-то мдк 8783 соответственно частота у него 13 гагерса хотя это и 8 ядерник соответственно долго работающий на мой взгляд это интересный смартфон если вы хотите как я выкинуть к чертям планшет и ходить только с одним телефоном все равно нет не получится я вам со своей лопатой хуавейной хожу и ты знаешь мне планшета нафиг нужна моя очередь да да меня давно просят сделать обзор на какой-нибудь ли я делал не обзор а просто покрутил в руках наверное полтора может даже два года назад когда он еще назывался лети сейчас у меня в руках ли эко про 3 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта накопитель выглядит я думаю на него обзор уже есть да и не один на него не один но это хороший телефон на самом деле и я уже принял решение сейчас пойду договариваться если мне его дадут потестировать я его возьму на пару дней и расскажу больше чем вот сейчас мы рассказали показали мощность современный или так как будто он у цыганской обороны вот вот это меня тоже немножко подбешивает но лета ли про 3 у любу есть не только миник но еще есть пикассо 4g тоже смартфон среди средний абсолютно в любую сделан но если не перебью ты реально думаешь что вот это вот то что ты сейчас рассказываешь мы же по нисходящей то есть самое интересное там менее менее интересное может все-таки ноутбучки они блюбу пикассо единственное чем отличается от кучи других телефонов ну да у него вот такая вот задняя крышечка но кто-то любит в любу действительно я не знаю может название любит любу может быть за что еще не знаю в общем есть блюбу пикассо 4g и на него тоже можно сделать обзор если вы за него проголосуете собственно что тут ничего особенного давай снова ты какой ноутбук тебе вот из этих больше понравился и так я походил с китайским с двумя китайскими ноутбуками и мне больше понравился вот этот это марсианин а8 марсианин чем он хорош тем что он алюминиевый и у него есть а и седьмой процессор причем кабелей таки я бы обратно в порядке это а и седьмой а потом алюминиевый да и седьмой алюминиевый тонкий более-менее долго работает у него есть место под установку винчестера дополнительно внутри и уже есть ssd и также 8 гигабайт памяти и можно еще память заменить и стоит он в два раза на самом деле почти дешевле чем большинство подобных ноутбуков подобной конфигурации ну графика конечно встроенная не пассивный лампорт есть лампорт есть sd-шка вообще вообще все что нужно есть при этом даже более-менее нормально он сделан более-менее нормально правда алюминий конечно тоненький как-то некоторые спрашивают одной рукой открывается я не знаю зачем я тоже не знаю зачем но кто-то же придумал эту фишку какая здесь международная десятка здесь международная десятка стоит сейчас но в этот ноутбук не ставят виду здесь стоит dos и поэтому виду придется где-то находить где пускай и ну ставят один из дистрибутивов не будем пропагандировать покупку на сайте микрософта точно слушай ну меня больше здесь ничего так это поэтому давай дальше ты рассказывай да смотри дальше еще у нас есть еще один китайский ноутбук это лайфм с1 он к сожалению на м5 но тоже с 8 гигабайтами оперативки он с двухсот пятью десяти шестью гигабайтами ssd-шки и он сделал реально приличнее у него хороший экран аж 2 кейный кстати здесь тоже хороший экран здесь матовый в общем с достаточной яркостью мне больше нравятся матовые экраны пусть у них яркость не такая и не такие красивые цвета кстати здесь есть конфигурация на самом деле у нас версия с досом но здесь можно смотреть с виндой 7 8 и 10 я на сайте у них этого не нашел на сайте у них только dos везде я подозреваю что седьмая ну и здесь можно сменить память здесь память напаянная здесь память можно вставить прослот только один ладно давай расскажем челоком или ау китэль у китэль у 15 соответственно и у 15 про 67 53 мтк то есть достаточно старенький зато 3 гига 5,5 дюймов в общем это типичный китэль в 53-м он уже по моему полтора года уже помог уже почти два который похож очень по дизайну на шеститысячник но у него батарея не такая большая не-нет я не буду шестеренения я два цвета золото золото бредианта китайцы это очень блюдо поэтому не удивляйтесь но слава богу есть возможность выбора слушай а про Leco по моему косяк какой-то был да какой-то цвет все до сих пор выпустить не могут или меня ключи они сейчас у Leco Le Pro 2 в России сделали предзаказы на золотой но не привезли его в результате и там отменяли предзаказы был жуткий совершенно скандал по этому боку зато у нас Le Pro 3 есть золотой ну и три планшета на самом деле сколько этих планшетов на винде на x5 они абсолютно одинаковые кому-то больше нравится Chui кому-то больше нравится нет давай начнем с того давай он уберем потому что это немножко другая тема у нас два Chui один называется HiBook другой Hi10 основное отличие в разрешении экрана у одного это два K2 1560 на 1600 у другого Full HD 1920 на 1200 собственно говоря все я так понимаю по моему там еще все-таки разный сенсор и у одного из них есть поддержка у другого нет я не уверен оба на Intel Z83 24 гигабайта оперативного и EMC 64 гигабайта Chui выпускает очень правые давай откроем и самим ты вот бери левый я правый у меня достался Hi10 Chui выпускает очень очень похожие планшеты и каждый может подобрать или все что ему нравится у тебя экранчик открыт в смысле не заклеен нет смотрим да выглядят они это один и тот же планшет нет но это разные планшеты у них разные разрешения смотри смотри за то как экраны отличаются да этот сбоку смотришь серенький этот смотришь черненький да ну действительно они отличаются по экранам внутри все вот такой коннектор есть для клавиатуры да и мало того к ним идет одинаковая клавиатура достаточно удобная но обычного вида у Chui есть клавиатуры которые как чехлы а есть вот так вот нижние части от ноутбуков вот такие вот на самом деле в принципе можно вот это вот даже обостр обостр а так не 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 подожди сначала туда смотришь да ладно а у меня есть Chui которого я вставляю не так это старое у тебя чудо уже все хватит страсти Hi 12 Hi 12 сколько 3 месяца уже не может 4 ох ты ё-моё сик откроешь и вот так вот легким движением руки планшет превращается в маленький ноутбук ну при этом он перевешивает конечно ну да понятно тут и процессор и все батарейки в клавиатуре дополнительной нет нет просто есть два USB разъема все это только Acer делает в своих ужасных планшетах батарейки в клавиатуре не а ну это очень сильно прижимается они разбалтываются со временем да да о ну то есть они начинают нормально работать это не то что мы сложим ладно это мы потом сложим и ой да и напомню это на магнитике то есть это вот так вот ну и последний на самом деле это улбук я к сожалению не помню а это 20 плюс точно 20 плюс отличается тем что он тоже с Full HD потому что тут есть по моему с 2К экраном золотой а в чём спереди не золотой а чёрный надо же чтобы другие люди видели и похоже он совместим с этой клавиатурой нет нет уверен по моему нет мне кажется это не должно так быть опа ты уверен? ну мне кажется ну слушай да перестань как хватит он его запихивать да нет по разъемам по всему он совпадает просто мне лень было сильнее его пихать да вот я сейчас принципиально проверю расскажи о нём ещё пока что-нибудь пока я тут извращаюсь ну ладно две операционки на нём стоит здесь две операционки здесь 4 гигабайта оперативки и также есть поддержка SD-шки микро SD-шки в общем если мы вдруг сломаем то мы не сможем его конечно каким образом обозреть думаю что он всё-таки работает я почти в этом уверен ладно так нажимаем кнопку включения в общем расскажи пишите в комментариях название девайса которое хочется больше всего ну это собака севшая да не получится ну мы обязательно если вы скажете что хотите протестировать этот планшет с этой клавиатурой мы опять же если у нас их не заберут протестируем понимаешь что сейчас ты выпустишь демонов и обязательно все захотят протестировать этот планшет с этой клавиатурой а мы уже что-нибудь сломаем к тому времени и мы забыли вот эту штуку ну потому что она самая была неинтересная кто там Xiaomi выпускал такие два года назад да два года назад вот такое собственно это приставка к телевизору просто в виде розетки ну в виде розетка европейская это 905 Amlogic 2 гига оперативки ну для того чтобы смотреть 4К видео достаточно тоже можно его протестировать там внутри Коди я не хочу и Коди и не люблю так что если вы вдруг хотите сделать Денису плохо то скажите ему что он протестировал обязательно Т95 что значит тестировать будет ну ладно ну все все что у нас тут есть рассказали я вот сейчас смотрю на камеру и вижу что у нас бочки отрезаны немножко сверху потому что мы очень-очень да торопились все это вам быстренько показать чтобы вылазить побыстрее напомню ссылки все есть в описании это не обзоры были это была наша болтовня лысого и волосатого это была витрина скажем так мы показали что есть на витрине а потом самое интересное разберем но действительно мы не сможем протестировать это все потому что это вне человеческих сил согласен все пока пока ждем комментариев и еще ссылка на вконтакт есть там голосование просто можно будет ткнуть галочку для того чтобы не писать я хочу это я хочу так вот здесь вот странные две дырки на мото снизу двойной микрофон я не смотрел еще этот телефон поэтому не знаю к сожалению но зато здесь есть ужасная ужасная штука здесь есть сенсор отдельно тут есть сенсорные кнопки то есть сенсор отпечатка пальцев и сверху еще кнопки почему так сделано почему она не работает как центральная кнопка я потому что мы это уже обсуждали да это мы обсуждали пару дней назад такое не грех обсудить еще раз но это же просто какой-то ад так я беру ну в смысле если дадут то ли это ты берешь что ли на тест в любом случае марсианина и фак 2 плюс ну все теперь точно пока пока